Всем привет! Меня зовут Марат. И на этом канале я рассказываю, как зарабатывать на маркетплейсе Узум. Ну а сегодня мы начинаем наш интересный челлендж с Аидой. Напомню, она выиграла в розыгрыше личного наставничества. И я инвестирую 1000 долларов в нее. На эти деньги она купит товар и начнет свой путь на маркетплейсе Узум. И заработает деньги, а возможно даже большие. Будет очень интересно, поэтому подпишись, чтобы не пропустить на YouTube и на Telegram. А мы начинаем! Ну что, Саида, приветствую тебя. Скажи, пожалуйста, точно нашим зрителям, что ты точно не моя родственница, знакомая или подруга. Так ли это на самом деле? Ассалам алейкум. И выиграла, так, правильно? Да, выиграла. Да. Ну что, Саида, ты молодец, что выиграла. Это большая удача. Однако впереди тебе предстоит очень много побед, чтобы ты могла стать эффективным продавцом на маркетплейсе Узум. Ну а так вообще расскажи о себе. Есть ли у тебя, возможно, уже опыт в бизнесе или ты где-то что-то, может, продавала раньше? Или вообще чем ты занималась вообще? Расскажи о себе. Я сегодня с вами работаю на маркетплейсе. Я работаю на маркетплейсе, но я работаю на маркетплейсе. Но желание есть заниматься. А сколько ты зарабатываешь, не секрет, сколько в налоговую получают в Узбекистане? Где-то 8 миллионов. Нормально так, да? А сколько бы ты в идеале хотела зарабатывать? Ну то есть сколько твоей семье нужно для комфортной жизни, чтобы ты себя прям хорошо чувствовала? 1 миллион. Где-то 10 миллионов, это достаточно. А сама ты из какого города? Блеста-Шахар, да? Савдаринская область, да. Савдаринская область. Отлично. Саида, я вижу, что ты очень амбициозная. Я верю, что у тебя все получится. Но имей, пожалуйста, в виду, что маркетплейс это просто, однако в то же время это не очень легко. Ну и давай поставим тебе планку для начала в 500 долларов. В месяц, да. И потом уже будем расти, там стейп-бай-стейп, как говорится, пошагово. И уже дойдем до той суммы, которую ты хочешь. В свою очередь, ребята, я буду делиться нашим челленджем на моем канале. Это в Телеграме и на Ютубе. Поэтому будьте подписаны и на Ютуб канал, и на Телеграм канал. Будет очень интересно. Ну, Саида, я понял, что ты подготовилась немножко, ты приготовила какие-то товары. Пожалуйста, расскажи, что бы ты хотела продавать на УЗУ. Тушь, парфюмерия. Парфюмерия? Ага. Что, что? И бушделя, заколка, и посуда. Ну, ты какие-то конкретные модели уже подобрала, где-то список составила, табличку сделала. А где покажешь? Нет? Я не сделала. Я в кулдом компьютер дотрону. Да, ну ладно. Ну, а вот тушь, да? Ты говоришь тушь. А какая конкретная модель может название? Смы велика уозмишлетаман. Угу. Постоянно битвотушлившлетаман. Бо зорда оламан. Кмат тушникам. Узменив тушь. А верхопай поделка ларчиков полага. Ора-урады. А узумдейса уже она распродажила на олдом. Угу. Ну, это не подделка. Нет. Ну, оригинал. Да. Кстати, ребята, имейте в виду, что подделки продавать на узум запрещено. Также можно назвать это реплики, копии. Это тоже все запрещено. И в случае предъявления претензий правообладателя, ответственность будете нести вы как продавец, а не маркетплейс-узум. Поэтому имейте это в виду. Ну, а сколько стоит эта тушь для, ты, допустим, узнавала оптовые цены, вот ты как предприниматель, либо поставщиков, сколько тушь это стоит на закупе? Вон бишви. 15 тысяч? Угу. А продавать за сколько будешь там? Вилли бишви. Где-то 55. А комиссия сколько заплатишь? Не знаю. А накладные расходы сколько займут? Не знаю. Вот видите, друзья, очень важно на старте считать юнит экономику. Что это значит? Это значит, что вы должны знать, сколько у вас затрат идет на единицу товара. И это очень частая ошибка новичка, когда он думает, что купит за 15 тысяч сумм, продаст за 30 или за 50 и заработает 40 тысяч. По факту многие новички работают даже в минус и не знают об этом. То есть они просто работают, чтобы работать и ничего не зарабатывают. Поэтому это тоже все нужно знать. Ну а может какие-то сезонные товары тебе понравились? Вот сейчас у нас лето скоро. Очки. Ох да, очки. Солнце защитные очки? А взрослые, мужские, женские, детские? Я как-то лартка, мужской, женский. Ну а так вот, чтобы для Китая, может ты на Алиэкспресс уже какие-то цены смотрела, что-то выбирала, нет? Нет. Не смотрела. Мы видим, что ты, как и любой новичок на старте, совершаешь очень много ошибок, не считаешь юнит-экономику. То есть ты не знаешь, сколько заберет у тебя маркетплейс, комиссия, сколько будут накладные расходы, налоги и прочее. И тебе нужно будет уделять очень много времени. Это нужно изучать. Маркетплейс – это не про пассивный доход, это не про безделие. Нужно много работать. Допустим, я когда еще начинал торговать в 2017 году на маркетплейсе, я работал практически 15 часов в день ежедневно. Сейчас, конечно, я могу себе позволить работать меньше. Но на старте нужно прям полностью отдаваться в работу, чтобы получить результат. Также важно продавать товары стоимостью хотя бы от 5 долларов. Потому что чем дешевле ваш товар, тем больше вы будете платить комиссию маркетплейсу. Напомню, комиссия маркетплейса составляет от 3 до 20% в зависимости от стоимости товара. И Саид, давай вот тебе задание. Приготовь, давай 10 товаров возьмем. 5 возьми товаров, которые уже продаются на УЗУМ. Но подумай, чтобы ты могла улучшить. Допустим, сейчас конкурент там есть. Возможно, ты улучшишь как-то упаковку. Может, ты добавишь какой-то бонус, подарок к этому. И выбери 5 товаров, которые еще на УЗУМе нет. То есть посмотри на маркетплейсах в России, в Европе, на Амазоне, в Америке. Чтобы уловить, возможно, сейчас какой-то тренд идет. И ты зайдешь, одна из первых, и у тебя достаточно будут хорошие продажи. Кстати, друзья, сейчас у меня посетила мысль. Возможно, нам стоит взять еще одного человека, чтобы немножко сделать интереснее наш челлендж. То есть я возьму еще одного человека, и они будут в виде соревнований, можно сказать так, у кого как эффективность продаж. Мы будем это тоже оценивать. Если вам понравилась эта идея, пожалуйста, напишите об этом в комментарии. И обязательно возьму еще одного человека. Ну а Саиде дальше предстоит зарегистрировать юрлицо. Я думаю, что ты сделаешь ИП, наверное, зарегистрируешь. Также узнаешь все по налогам, но тебе будет проще, потому что ты сама работала в налоговой. Также откроешь расчетный счет в банке и вперед. Ну а мы будем дальше делиться с вами нашим прогрессом, результатами Саиды. Поэтому будьте подписаны. Всем успехов и хороших продаж. Субтитры делал DimaTorzok 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 Субтитры делал DimaTorzok